Дорогие друзья, доброе утро. Давайте начинать нашу работу. Начинается форум объединенных культур в Санкт-Петербурге, в главном штабе Государственного Эрмитажа. Я прошу проверить перевод, у всех ли работает, все ли слышат. Все в порядке. Наша дискуссия посвящена вопросам познания истории через культуру. Мы принимаем решения в своей частной жизни, во многом основываясь на опыте. Верно ли это? Можно ли это сказать в отношении человечества, в отношении народов? Эти и другие вопросы мы будем обсуждать сегодня на нашей сессии, которая открывает форум. И я хотел бы представить коллег, которые участвуют сейчас в нашей дискуссии. Пьер де Голь, президент фонда «За мир между народами и процветание». Президент и основатель фонда «Внук» генерала де Голя. Месье де Голь, я рад приветствовать вас. Бенот Синг, директор Института БРИКС Индия. Профессор Ричард Саква, профессор факультета политологии и международных отношений Университета Кента, Великобритания. Камиль Аль-Муани Мухаммед, основатель и председатель Международного института культурной дипломатии, Объединенные Арабские Эмираты. Владыка Антоний, митрополит Велоколамский, векарий-патриарха Московского и всей Руси, председатель отдела внешних церковных связей Московской Патриархии. Матуша Алекса, основатель гражданского объединения «Мотоциклисты Словакии», брат за брата, Республика Словакия. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, я предлагаю начать наш разговор. Я прошу вас высказываться по возможности коротко, емко, афористично и попробуем обсудить целый ряд вопросов сегодня. И для начала, для разминки я хотел бы задать всем один вопрос. Как по-вашему, уважаемые коллеги, из каких источников, на ваш взгляд, люди преимущественно черпают сведения о прошлом? Из средств массовой информации, научной литературы, художественных произведений, школьных учебников? Пожалуйста, господин Даголь, мой вопрос к вам. Я думаю, что история и культура – это то, что составляет богатство народов и делает глубже нашу культуру и цивилизацию. Очень важно возвращаться к истории, потому что история – это то, что наши предки создавали, то, за что они боролись. Это то, что является основой государств и народов. История всегда повторяется, и в ней много уроков. И это то, что составляет нашу общую культуру. Как говорил мой дедушка, очень важно знать свою историю. В основе побед Александра Македонского мы всегда находим Аристотеля. Очень важно опираться на историю. Конечно же, основным источником являются классические учебники. Но интернет тоже даёт много информации. К сожалению, в западном мире история переписывается. Она политически ориентирована. И мы теряем ориентацию в истории. И очень важно для того, чтобы создать свою личность и передавать то, что мы передаём детям, возвращаться к истокам. И смотреть на то, на чём основаны наши народы. Очень важно возвращаться к классическим учебникам. Возвращаться к тому, что наши предшественники создавали. Интернет – это важный инструмент. Но нужно подходить разборчиво к информации, выложенной в интернете. Это позволяет нам создавать себя. И это очень важно. Это нас обогащает. Культура помогает нам быть свободными в современном мире. Спасибо. Спасибо, месье Деголь. Адресу этот же вопрос вам господин Синг. Выступать от имени института БРИКС, который располагается в Новом Дели. И впервые БРИКС и делегаты БРИКС присутствуют на культурном форуме в Петербурге. Но вернусь к вопросу. И хотелось бы мне сейчас сказать одну вещь. Для меня вопрос – это сложный, господин министр, потому что я представляю Индию. В настоящее время – одну из крупнейших стран. И эта страна с очень богатым историческим прошлым. У нас есть имперская история, колониальная история, самые разные стороны истории. И мы по-прежнему еще не определили для себя историю, потому что есть у нас история крестьян, история других людей. Какая-то история – европейская история, мировая история, а может быть, какая-нибудь местная история. Поэтому интернет в настоящее время не может даже отразить языки, на которых говорят люди. Например, в России даже так много языков. И история разных народов, которые говорят на разных языках – это разная история в каком-то смысле. Я помню, что я был на Дальнем Востоке, в Сибири, и я встречал людей, которые говорят на разных языках. Людей, которые, например, исповедуют буддизм, но через интернет, через гугл вы не найдете много информации. Поэтому кого нужно винить в этом? Профессоров в университетах или музеи наши? Достаточно ли у нас музеи, которые могут нам показать все эти знания, представить все эти разносторонние моменты? Действительно, мы понимаем, что есть общие вопросы, но, тем не менее, должны быть музеи, которые отражают историю самых разных народов. Например, в Индии. Мы в Индии по-прежнему сейчас боремся с этим вопросом, если можно так сказать, конечно. Мы решаем этот вопрос. История. Это наши профессора, прежде всего, которые определяют ее и описывают ее. Да, профессора на самом деле используются своими источниками для того, чтобы написать эту историю. Ну, чтобы быть более точными, я так скажу так. Мы, конечно, в наших странах, в азиатских странах чаще всего пользуемся библиотеками для того, чтобы понять, какова история. Ну, наш гость из Франции сказал, что нужно создавать новый консенсус по истории, да? Особенно это относится к истории Второй мировой войны, поствоенной истории, для того, чтобы наше молодое поколение не воспринимало токсический материал, который часто через голливудские фильмы нам предлагают. Вот. Я на этом, наверное, остановлюсь сейчас, потому что надо еще один вопрос задать вам. Чья это история? История культуры? История людей? История великих лидеров стран? История войн? Вот в этом вопрос, мне кажется, тоже. Спасибо. Спасибо большое, господин Синг. Спасибо большое за вашу помощь модератору, за то, что вы уже подсказываете следующий вопрос, над которым мы должны начать думать. Я хотел бы адресовать следующий вопрос вам, уважаемый господин Саква. Господин Синг упомянул голливудские фильмы, которые выходят, в последнее время выходят и посвящены истории. Конечно, сколько существует литература, столько и она адресуется к крупным, важнейшим историческим событиям, историческим вопросам. Но в то же время есть и историческая наука, есть школьная программа. По вашему опыту, по вашим наблюдениям, откуда по большей части берутся представления об истории, о людей в таком массовом, может быть, народном сознании. Пожалуйста. Спасибо за вопрос. Вопрос чрезвычайно важный. И я хотела бы объединить первый и второй вопрос. Каковы основные источники нашего знания о прошлом? И каким образом это прошлое представляется в настоящее время? Не только через фильмы, конечно. Я думаю так, что есть... Как мы понимаем прошлое? Прежде всего, в контексте и в духе века соответствующего, общего представления о текущем времени. Это отражается в литературе, в кино, в популярной литературе конкретной эпохи. И поэтому в настоящее время у нас есть политическая культура, которая чрезвычайно политизирована и является пристрастной очень. Другими словами, очень трудно сейчас добиться какой-то дискуссии, какой-то разумной, потому что каждая страна представляет свою точку зрения. И если можно так сказать, даже свою мифологию. Или представляет историю в мифологическом варианте. И это, по существу, некая художественная литература, которая предлагает нам факты. И это отражается в популярной литературе, в популярных кино и так далее. Но, тем не менее, мне кажется, что в настоящее время миф – это не фикция боли, которая говорит нам о каких-то фактах, но миф – это сочетание фактов, которые создают некую фикцию. Другими словами, мы живем в мире фикции или каких-то событий, которые представляются в виде фикции. Наверное, вы знаете комиксы Marvel, которые превратились в фильмы. И что мы с вами видим? Мы видим такую марвелизацию мира, если можно так сказать. История, события, актеры представляются вне контекста, вне какого-то понимания контекста. Вдруг что-то появляется, появляются какие-то злые силы. Но каким образом и почему они появляются, это никак не объясняется. А это очень важно для понимания истории. Мы должны выходить за пределы мифа для того, чтобы поднять, каковы факты и воспринять факты. И это так важно для историков. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо, господин Сакова. Господин Мухаммед, вопрос к вам. Откуда берется у людей представление об истории? Доброе утро, прежде всего, всем. Мне кажется, что мы в УАЭ, это страна молодая, мы черпаем свои знания об исторических фактах из нашего культурного исторического наследия. У нас есть пожилые люди, которые, конечно, нами хранятся, и мы снимаем фильмы о них, об их жизни, об их отношениях к миру. Конечно, молодые люди пользуются активно интернетом и различными блогами. Мы в свое время читали книжки, ходили в библиотеку и изучали историю других стран и своей страны с тем, чтобы понять и свою, и другие культуры, чтобы добиться лучшего понимания, взаимопонимания в исторической перспективе. Как мы можем продолжить изучать историю в наше время уже через социальные сети, также и посредством сети интернет, все инструменты социальных сетей нам доступны тем, чтобы еще раз высветить какие-то яркие моменты в истории, и в культуре, чтобы понять культуру и тренды культуры других стран, других народов, с тем, чтобы мы могли найти хорошие, может быть, и не самые приглядные стороны чужих культур. Нам нужно очень аккуратно интерпретировать эту информацию, которую мы находим в разных источниках. Однако люди, которые черпают эти знания со школьной партии, учащиеся в университете, совершая поездки в другие страны, посещая музеи и другие культурные учреждения, черпают информацию об истории. Из этих источников, также в Арабских Эмиратах, мы поступаем, мы стремимся активно развивать музейное дело во всех Эмиратах. Это один из наших приоритетов. В Абудабе у нас очень хорошо это поставлено, это помогает лучше понять культурные особенности. Я имею в виду обмен культурными опытами, знаниями, стремление понять людей другой культуры, знать, какое было прошлое, с тем, чтобы смотреть будущее. Вот именно так обстоит дело у нас в Арабских Объединенных Эмиратах. Благодарю вас. Спасибо большое, уважаемый владык. Я передаю вам микрофон и прошу вас познакомить аудиторию с вашим мнением, с вашим ответом на этот вопрос. Пожалуйста. Спасибо большое за вопрос. Я, безусловно, присоединяясь ко всему тому, что было сказано выше, хотел бы сказать, что для меня, как для священнослужителя, представляется важным, что значимым источником наших знаний об истории для нас, для верующих людей, является религия. Я позволю себе привести несколько примеров. Во всех мировых религиях, говорим ли мы о христианстве, об исламе, о буддизме, говорим ли мы в том числе об иудаизме, есть священные книги. В этих священных книгах, безусловно, для нас, для верующих людей, главным является то духовное, нравственное послание, которое в них содержится. Но в то же самое время в наших священных писаниях содержится огромное количество важных сведений об истории человечества, об истории цивилизации и культур. И эти факты, которые там содержатся, они помогают нам черпать знания об истории. Кроме того, история многих стран, она так или иначе вдохновлена и находится под большим влиянием религии. Об этом можно много говорить, но я опять-таки позволю себе привести один пример. Вот мы находимся здесь сейчас, в Петербурге. Это культурная стадиция России. И вот мы находимся рядом с храмом Спаса на Крови, который является, безусловно, прежде всего храмом, домом молитвы для православных христиан. Но, с другой стороны, всякий человек, который начинает знакомиться с этим шедевром мировой архитектуры, так или иначе узнает о том, с каким событием связано строительство этого храма. И так, соприкасаясь с этим религиозным памятником, он через это черпает знания об истории. Поэтому, повторюсь, мне кажется, что религия для верующих людей, да и не только для верующих, для всех, кто так или иначе хочет погружаться в познание культуры, является очень важным источником знаний об истории. Благодарю. Спасибо вам большое за ваши слова. Я в завершении нашей такой разминки хотел бы адресовать этот же вопрос господину Алексею. Я вас, матуш, хотел бы спросить вот о чем, конкретизируя свой вопрос к вам. Когда вы приезжали, вот за последние годы, вы уже несколько раз приезжали вместе со своими друзьями, байкерами в Москву, к могиле неизвестного солдата, брали частицу вечного огня, отвозили ее к себе на родину, в Словакию, и там от этого огня свои лампады, свои свечи, зажигали самые разные люди, которым вы предлагали это сделать в городах и в селах вашей родины, Словакии. Вот когда люди накануне Дня Победы, накануне 9 мая, приходили к вам за вечным огнем, чем они руководствовались, откуда сложилось с них представление о том, что это правильно, что это нужно сделать сейчас. Их хорошо учили в школе, они читали хорошие книги, смотрели хорошие фильмы, и плохие фильмы на них не действуют, и сознание их они не смогли исказить. Вот как вот у этих людей, откуда взялось вот это историческое сознание, это представление об истории и о важности сохранения памяти? Пожалуйста. Привет. Я скажу, как это в Словакии, как смотрят люди сегодня, что они смотрят. В Словакии сегодня смотрят много людей, все, что покажут в телевизии. Эти телевизии купили много лет назад американцы и либералы. И это они хотят все взломать и все забить. Забить всю память для героев Великой Отечественной войны и для Словакского народного повстания. Но Словакский народ встал и показал, что очень любят героев Великой Отечественной войны и никогда не забудут на героев. Героев, которым всех благодарим для нашей жизни. Телевизия показывает, что история эта не была такая, какая сказали нам все историцы и наши деды и предки. Но это наша работа, чтобы мы никогда не забудли, что они сделали для нас всех. Наша работа, это очень важно для всех людей, ребенок, наших детей, чтобы мы им показали, почему они погибли, они погибли для нас, чтобы мы здесь могли быть. У них есть много денег, но у нас всех есть большое сердце. Спасибо. Спасибо. Спасибо всем, Матуш. Я следующий свой вопрос хочу задать господину Сингху. Вот сейчас Матуша Алекса сказал о том, что существуют определенные силы в мире, стремящиеся разделить народа, столкнуть их между собой, использующие для этого искажения истории, искажения исторической памяти. Можете ли вы согласиться с этим? Если это верно или в какой-то степени верно, то как, на ваш взгляд, можно этому противодействовать? Пожалуйста. Благодарю вас, господин ведущий. Я очень хорошо понимаю специфику этого дебата. Действительно, мир пронизан конфликтами, когда мы говорим о истории и о настоящем. Такие страны, как Индия и многие страны БРИК и страны глобального юга решили не присоединяться ни к одной из сторон этих глобальных конфликтов. В таких конфликтах и страны, и ученые решили оставаться нейтральными, потому что они понимают, что информация подается очень односторонним образом. Информация из России не всегда достижима, многие источники блокируются. Однако, все же, мы стремимся противостоять этим тенденциям. Новый мир, который возник после Второй мировой войны, не может быть представлен без России. Надо тогда закрыть все университеты было бы, потому что в любой стране мира, когда мы говорим о Второй мировой войне, жертва, которая была опресена российским народом, его бойцами, велика, и также сотрудничество с Китайской армией и Британской, Индийской армией. Это 90% истории времен Второй мировой войны. Невозможно же стереть 90% истории этого периода, остаться только с десятью, что как раз и старается сделать коллективный запад. И вот господин Сетт говорил, что, говоря о культуре, надо включать эти знания в наши учебные программы по истории в школах. Наш брат из Словакии говорил очень верно, используя свои ассоциации мотоциклистов, используя поп-культуру, какие-то движения. Все равно мы возвращаемся к истокам, к жертве, которую принесли наши деды, с тем, чтобы жизнь продолжалась. Мир нужен во всем мире, но мир во всем мире не достигается легко. Необходимо, чтобы и последующие поколения знали, что мир не создан Фейсбуком, Гуглом и другими IT-компаниями. Этот мир продолжается, потому что он основан на костях наших дедов, которые принесли жертву. Конечно, как сказал наш коллега из Великобритании, есть определенные токсические движения. Нам не нужно раздувать это пламя. Наоборот, нужно его стараться притушить. Вот израильско-палестинский конфликт, который сейчас эскалируется. Мы смотрим на примеры России, Индии, других странах. Необходимо стараться предотвращать эти конфликты, останавливать кровопролитие. А это возможно только на основе нужных и правильных исторических уроков. Спасибо. Спасибо большое, господин Синкхот. Аплодисменты вам за вашу четкую и ясную позицию. Знаете, мы говорим об истории, о том, как можно лучше узнать историю, как сохранить эти знания, как их распространить. Но в подтексте нашей дискуссии, конечно, разговор о будущем. И вы, господин Синкх, сказали о большом конфликтном потенциале современного мира. И я хотел бы следующий свой вопрос адресовать господину Деголю и спросить вас, уважаемый месье Деголь, вот как, на ваш взгляд, этот конфликт, это конфликт цивилизаций? В чем его природа? И что может лежать в основе преодоления конфликта и установления долгосрочного, устойчивого мира на Земле? Есть ли в этом потенциал культур разных народов? Что, в принципе, сближает культуру между собой? Пожалуйста. Спасибо большое за этот крайне важный вопрос. На Западе мы постоянно сталкиваемся с деконструкцией основных ценностей и традиций, создающих единство и самобытность народов. Мы пытаемся сейчас, наоборот, поощрять культуру потребления, эгоизма. И этот человек-потребитель не имеет потребности в духовности. Он потерял универсальные ценности. Это все ведет к объединению личности. И это то, с чем мы сталкиваемся сейчас. Нам приходится сталкиваться с этим в прессе. Пресса используется как инструмент для продвижения единого образа мышления. Это как логика блоков, бинарная логика, хорошее и плохое, черное и белое. И в этой логике забывается о диалоге, о богатстве культур и народов. И то, что создает нашу идентичность, забывается. Мой дедушка говорил, что Франция создавалась мечом. Постоянно происходили нашествия, обмены культурой, торговые обмены. И очень важно возвращаться к этим истокам и к этой идентичности. Потому что узнать народ, узнать культуру, историю, это понять этот народ. И только на этой основе можно начать понимать и начать диалог. Надо понимать, как этот народ создавался, как он закалялся. И только тогда у нас получится диалог. Мне часто задают вопросы о российской культуре. И очень часто российская культура поддается дискриминации. Ее стирают и сокращают ее присутствие на Западе. Все это ведет к одностороннему взгляду. Мы смотрим на других своими глазами, западными глазами, не понимая сути, не понимая основу. И это мешает создать основу для мирного диалога и благоденствия народов. Я хочу привести несколько примеров, ярких примеров такой исторической деконструкции. Например, считалось, что французы не одержали победу в 1945 году, а что только американцы выиграли эту войну. А Франция, когда была освобождена в 1945 году, во Франции насчитывалось более миллиона бойцов, воровшихся за эту свободу. Очень много приехали из колоний. И очень важно соблюдать идентичность людей, потому что люди должны определять свою жизнь, используя свою традицию. И в этой деконструкции мы видим деформацию истории. И мы забываем ту роль, которую сыграли русские во Второй мировой войне. Без Сталинградской битвы не было бы победы. Очень важно было бы, и шаг был предпринят, чтобы победить нацистов. И в современном конфликте на Украине, в Палестине нужно возвращаться к истокам, к истории, чтобы понять народ, понять их право на существование, на сосуществование. И ООН должна защищать свободу и безопасность народов. Но это должно происходить в рамках взаимного процесса. История — это урок. История нас обогащает. Это то, что помогает объединять народы для лучшего мира. Спасибо вам. Спасибо, господин Деголь. Мне кажется, вы целый ряд очень важных смыслов заложили в своем ответе. И это мне поможет продолжить нашу дискуссию. Но я хотел бы, пользуясь возможностью, пользуясь своим присутствием здесь, отозваться на ваши слова и сказать, что, конечно, французское сопротивление, французское сопротивление — это и часть нашей исторической памяти, российской исторической памяти, российскую культуру. Вообще, если я не ошибаюсь, само слово, хазистанс, сопротивление принадлежит вот этот термин русскому, русскому эмигранту Борису Вильде и много русских, советских военнопленных, которые содержались в нацистских лагерях на территории оккупированной Франции, боролись вместе с французскими партизанами против нацизма. Спасибо вам за то, что вы помните об этом. Я хотел бы свой следующий вопрос адресовать вам, господин Саква. Господин Деголь сказал о том, что важно знать историю, собственно, изучать историю. Вот в российских университетах люди должны изучать историю. Этот курс входит в программу подготовки по всем специальностям. Кем бы вы не собирались стать, инженером, врачом, филологом или экономистом, в течение одного года вы должны прослушать этот курс, сдать экзамен, зачет. И я хотел спросить вас, как вам кажется, насколько мы здесь на правильном пути? Действительно нужно знать историю, если вы не профессиональный историк. Пожалуйста. Большое спасибо за вопрос. Я всегда утверждал, что история – это история и теология чрезвычайно важны. Это основные предметы для человека. Поэтому религия идет первым номером, а далее история, потому что без истории мы создаем другие совершенно рамки. А в рамках истории и теологии мы создаем рамки, которые позволяют нам увидеть и картину будущего. Поэтому, конечно, мы должны еще подумать о том, какая это история. Какая история должна преподаваться? История – это очень важная, основополагающая дисциплина. Наверное, многие из вас знают уже о Михаиле Бахтине, великом ученом, который говорил о лизме. Он говорил об очень важном моменте, потому что, да, надо говорить и об учении истории, о политике, потому что здесь должен быть некий такой диалог между различными аспектами. Он говорил, Бахтин говорил о Достоевском, говорил о том, как люди взаимодействуют в его романах, как они говорят друг с другом, говорят и говорят и говорят, и продолжают говорить страниц и за страницей этих разговоров. Но что здесь очень важно? Важно, что в конце диалога, в конце этих дискуссий стороны меняются. Это диалог, который приводит к общему пониманию, и это общее понимание является следствием обмена и изменений. Но это, к сожалению, сейчас не происходит на геополитическом уровне. Нет у нас такого диалога. И также и в истории всегда есть определенная опасность. Международная политика, международный обмен, культурный обмен. Я бы так сказала, всегда это происходит в каком-то аксиологическом аспекте. Мы знаем правду. И поэтому все просто считают, что нужно сказать это, передать эту правду, не слушая, что говорят другие, и тогда создается у нас такая черно-белая картина. Вы плохие, мы хорошие и так далее. Мы должны найти какие-то моменты, которые позволяют нам строить диалог, глубокий диалог. И очень важна эмпатия. Эмпатия и симпатия – вещи разные при этом. Эмпатия – это понимание позиции другого. Да, я думаю, что историю надо преподавать, но надо преподавать ее в общем смысле. В рамках такого подхода, когда мы не просто факты представляем. Конечно, факты очень важны. Но при этом нужно обязательно строить это на основе диалога на всех уровнях, на уровне всех культур, на уровне всех обществ настоящего мира. Спасибо. Спасибо большое, господин Саква. Я хочу передать ваш пас господину Мухаммеду и спросить у вас, уважаемый господин Мухаммед, вот этот диалог, о котором сказал Ричард Саква, диалог культур, в нем насколько эффективно и насколько полно может использоваться представление об истории, учитывая действительно то, что представление об истории разных народов разное, как искать вот этот общий знаменатель, как выстраивать этот диалог ради общего будущего, чтобы он был полезен народам, чтобы он не разъединял народы, а напротив объединял их, создавал условия для мирного и устойчивого развития. Спасибо за вопросы. И, конечно, я должен сказать, что мы используем целый ряд таких терминов. Во-первых, это придание истории, некие привлекательные черты. Это очень важно для того, чтобы привлечь к истории людей. И это позволяет нам привлечь людей к диалогу и построить мосты между культурами, между народами, для того, чтобы они лучше друг другу помогали. Происходит это через обмен. Обмен культурный, обмен языковой, обмен экономический. И через многое из того, что является общим для нас. И привлекательность строительства мостов и возможность обращаться напрямую к сердцу, к уму наций и конкретных людей. И инструменты такой культурной дипломатии – это, наверное, искусство, музеи, это музыка, это спорт, религия и многие другие вещи, которые нас объединяют. И это все дает возможность создавать атмосферу на вере между народами. Спасибо. Спасибо. Спасибо, господин Мухаммед. Вы сказали о том, что вот этот диалог, это обращение в том числе к сердцам людей. И в этой связи ваши слова перекликаются, конечно, с тем, что говорил владыка Антоний. И я хотел следующий вопрос адресовать, уважаемый владыка, вам и спросить вас. Все-таки отечественная духовная культура, российская духовная культура, она православная в основе своей. Но действительно, вы сказали об этом, Россия многонациональная, многоконфессиональная страна. И Россия – это дом для представителей самых разных религий, традиционных религий. Скажите, пожалуйста, как вы считаете значение отечественной духовной культуры и в прошлом нашей страны, в настоящем и будущем, каково? Как вообще, если можно сказать в нескольких словах об этом, как наша духовная культура стала на самом деле фундаментом для России, для России как страны цивилизации? Пожалуйста. Спасибо большое за вопрос. Мне несколько сложно будет на него ответить в нескольких словах, потому что вы затронули такую очень важную и обширную тему. Но если сформулировать ее кратко, безусловно, наша культура находится под большим влиянием православия. Православие оказало влияние на нашу государственность, на наш язык, на многие сферы нашей жизни. Но уникальность нашей духовной культуры, то, что присуще именно нашей стране, России, это действительно ее многорелигиозность, я бы так сказал. Мы являемся страной, в которой бок о бок проживают представители разных религий. И мы имеем большой опыт жизни вместе. Жизни, что самое главное, в мире и взаимопонимании. У нас есть уникальные примеры того, как в наших городах, в наших селах, на одной и той же улице рядом находится храм и мечеть. Ведь христиане и мусульмане, я привожу только один пример, вместе отмечают праздники друг друга, ходят друг к другу в гости. У нас есть уникальные механизмы межрелигиозного диалога, которые существуют не только на таком простом бытовом уровне, о котором я сказал, но и на уровне достаточно высоком. У нас есть межрелигиозный совет России, в этом году ему исполнилось 25 лет. Это орган, где представители всех традиционных конфессий нашей страны собираются тогда, когда это необходимо, для того, чтобы вместе за круглым столом обсудить те вопросы, которые для представителей всех религий, проживающих в нашей стране, являются важными. И как активный участник этого межрелигиозного диалога в нашей стране, я могу сказать, что не было ни одного случая, когда у нас были бы какие-то конфликты, непонимания, когда мы друг с другом бы не соглашались. Мы всегда в этом диалоге находим точки соприкосновения, и несмотря на то, что мы все представители разных религий, отличаемся друг от друга, у нас есть очень много общего. И мы имеем огромное количество тех тем, на которые мы можем говорить вместе, отвечать одним голосом на те вызовы, которые сегодня перед нами стоят. И поскольку сфера моей деятельности, она связана с внешними церковными связями, мне приходится много бывать за рубежом, я, конечно, хорошо знаю, что есть страны, которые, к сожалению, до сих пор сотрясаются конфликтами, в основу которых, как правило, извне пытаются привнести религиозную составляющую, через это пытаясь разделить людей. Я думаю, что вот тот опыт мирного сосуществования, гармоничного сосуществования, который накоплен за столетия в нашей стране, он может быть примером и моделью для того, чтобы способствовать созиданию мира, взаимопонимания во всем мире. Я знаю, что этот опыт, он вызывает большой интерес у наших братьев и сестер за рубежом, когда я приезжаю в какие-то страны и рассказываю о том, как мы живем здесь вместе, это вызывает неподдельный интерес. Думаю, что вот в этой гармонии и как раз является залог, эта гармония как раз является залогом той модели, на основе которой можно выстраивать взаимопонимание, гармонию и мирное сосуществование. Благодарю вас. Спасибо. Спасибо, Владыка. И действительно пример вот этого интереса к опыту, к уникальному опыту России, это наш сегодняшний форум, форум объединенных культур, который собрал более 50 делегаций из самых разных стран мира. И мы, конечно, очень дорожим этим своим опытом и готовы щедро делиться им с другими. Но я вот думаю, что, конечно, такой подход он далеко не во всех странах. Вот, например, в Соединенных Штатах Америки и в ряде других стран сейчас активно сносят памятники своим же соотечественникам, деятелям своей собственной истории, обвиняя их задним числом в колониализме. Дело это, те же самые страны сейчас занимаются тем, что иначе как неоколониальными практиками и назвать-то нельзя. Как вы думаете, я хочу этот вопрос, господин Деголь, адресовать вам, не является ли такое поведение, попыткой таким «покаянием» отвлечь внимание общественности своих стран и всего мира от того, что происходит на самом деле? Пожалуйста. Я думаю, что свободный человек – это осознанный человек, человек, который действует и взаимодействует с другими. Я всегда вспоминаю Сократа «Познай себя, и ты познаешь мир и Бога». Есть три основных вопроса, которые человек себе задает. Кто мы, откуда мы и куда мы идем? Необходимо каждый раз возвращаться к сути, к тому, что является основой, что создает нас, что создает историю и культуру. И чтобы взаимодействовать и понимать другого в этом многополярном мире, необходимо знать и узнавать чужую культуру. Только так мы сможем достичь взаимопонимания между народами. Есть такая вот субкультура американская, которая пытается деконструировать основные ценности и создает культуру наоборот, где человек самодостаточен и пропадает коллективное сознание. Происходит потеря понимания другого и понимания человечества. Американцы и англосаксонский мир функционируют в рамках логики блоков и упрощения. Или вы часть этого блока, или вы исключены из этого блока и вас дискриминируют. К сожалению, эта субкультура, американская субкультура, пытается сократить и аннигилировать культуру и богатство народов, уничтожая любое размышление об идентичности и пытается упростить все. Это такое подведение под одну гребенку. Все обрезается. Человек больше не может анализировать. Человек перестает быть свободным и можно манипулировать. Создание консенсуса создается через учебники по маркетингу. Все это идет из 50-60-х годов, из учебников по маркетингу. Это тоже откуда идет идея манипуляции. А нам необходимо оставаться осознанными, чтобы оставаться свободными. Есть динамика, очень сильная динамика, и она нас тянет в этом многополярном мире. И вы уже говорили об этом. Современные конфликты — это конфликты цивилизации. С одной стороны, у нас англосаксонский мир, который старается дискриминировать и сократить осознанность, сократить способность размышлять, убрать полностью концепцию семьи, веры и продвигает эгоизм и потребление. С другой стороны, есть многополярный мир, пытающийся добиться поддержания и сохранения своих традиций. Именно поэтому современные конфликты — это конфликт цивилизации. И на России, и другие страны, как Индия, например, как Китай, как африканские страны и страны Латинской Америки — это те страны, которые хотят развиваться по свободной модели и отличной модели, с уважением своих культур и традиций, уважая и слушая других. И они пытаются поддерживать духовность, без которой человек не может существовать. Это то, что объединяет народы, это сознание и осознание своей истории, осознание своей культуры и уважение к духовности и религии других. Спасибо. Спасибо, уважаемый господин Деголь, за эти очень важные слова. И я хочу обратиться к господину Сингху. Уважаемый господин Сингх, вы возглавляете институт БРИКС. И мне кажется, что вот эти ценности, эти принципы многополярного мира, о которых говорил господин Деголь, уважение к другой культуре, к другим традициям, к другим взглядам на жизнь, неуважение к праву каждой страны, каждого народа развиваться собственным путем. А то, что и лежит в основе БРИКС, это привлекает народы, привлекают страны. И БРИКС со следующего года расширяется больше, чем в два раза. Вместо пяти членов станет одиннадцать. А с другой стороны, мы видим вот эти попытки ряда стран продолжать эксплуатировать другие страны, другие народы путем выкачивания экономических, природных, интеллектуальных ресурсов. Как вы считаете, в основе устойчивого будущего человечества все-таки что? И могут ли вот эти принципы ценности, которые объединяют БРИКС, развиваться, продвигаться на основе, на фундаменте культуры, на фундаменте достоверных знаний и адекватных представлений об истории, о национальных историях, об истории человечества в целом? Пожалуйста, что вы думаете об этом? Благодарю вас, господин ведущий. Это как раз моя тема, потому что лидеры стран БРИКС, пять стран, которые являются участниками БРИКС, как раз и идут по этому патти. Мы пришли не разрушать, мы пришли развивать и дополнять. И сегодня уже мы видели новости. Сейчас по всем российским каналам идет информация о китайском саммите между американскими и китайскими президентами. Как раз то, о чем говорил господин Деголь, философия Самуэля Хантингдена о схватке цивилизаций не затронет Россию и Китай, и Индию. То, что все эти визиты взаимные показывают, что мы за диалог, мы не за конфликт и конфронтацию. Это как раз и есть философия, которая положена в основу БРИКС. Пять членов-основателей стоят на этих позициях. Мы не вмешиваемся в политику друг друга, наши лидеры. Мы много раз утверждали, что мы будем верны миру, не будем продвигать смену режимов. И я вот вижу коллег из Афганистана, из Талибана, может быть, если я правильно понял. Нам необходимо продвигать культуру диалога. И Талибан должен активно постигать историю через чтение. Чтение книг очень важно, его нужно пропагандировать активно. Что делают американцы? Они рассказывают студентам в разных сторонах мира о Америке, и затем контролируют нас через Ирак, Сирия, Афганистан и другие страны попали в эту орбиту контроля. Надо чаще ходить в библиотеку, читать про историю других стран. Вы страна не сильно старая, 300 лет всего. Но те страны, история которых насчитывает более 500 лет, это Россия, Китай, Индия, это все на самом деле, вся их история может быть очень коротко изложена, и так и происходит. Это действительно происходит. И нужны же лекции. На самом деле получается, что у нас неправильное представление об истории, такая искаженная историография, и это необходимо прекратить. В рамках БРИКС как раз мы к этому и стремимся. Мы стоим за культурное взаимодействие и сотрудничество, за то, чтобы история наша была написана с помощью наших ученых. Я уверен, что Китай, Россия – это как раз те страны, которые способствуют созданию новых музеев в разных странах, в других странах. Есть страны, которые хотят учиться на опыте России, Индии, Китая, и этот опыт – это опыт не только истории культуры, но это и материальная история, которая представлена в наших библиотеках и в наших музеях. Поэтому, господин ведущий, я хочу сказать так следующее, что здесь варианты совершенно ясны. Какой мир мы хотим? Нужен нам мир мультиполярный, мультикультурный, или нам нужен мир, в котором кто-то за нас принимает решения, в том числе даже по поводу истории нашей? Я, конечно, уважаю Францию, которая признает участие и значимость индийских солдат в победе во время Второй мировой войны и отдает дань памяти тем индейцам, которые погибли в этой войне. Действительно, мы хотим, чтобы и другие страны следовали этому примеру. И российское правительство, когда российское правительство говорит о победе и отмечает победу, приглашает индийских, китайских солдат для того, чтобы они могли принять участие в параде, в праздновании. Это очень хороший пример. И мы на форуме говорим о единой общей культуре, потому что эта культура может объединить людей, безусловно может объединить людей. И я хочу, конечно, поздравить вас с созданием этого форума. И очень важно, что у нас есть религиозные лидеры, политики, профессора и, конечно, энтузиасты. Такой диалог очень важен. Не только политики должны определять наше будущее. Должен быть диалог, диалог с религиозными лидерами, представляющими разные религии. И в Индии, как и в России, статус гуру, статус храма очень велик. И это как раз и есть элемент правильной истории, потому что люди и разное происхождение людей, разные их истории должны учитываться. Поэтому очень важно, что у нас такие разные участники дискуссии. Хочу вас за это поблагодарить. Спасибо. Спасибо вам большое. Вы призвали идти в библиотеку, призвали к просвещению, к историческому просвещению. Спасибо вам за это большое. И вы еще много важных вещей сказали. Я хотел бы, продолжая нашу дискуссию, обратиться, уважаемый господин Мухаммед, к вам. И спросить вас вот о чем. И, наверное, потом этот же вопрос я адресую и остальным участникам дискуссии. Вот конкретно вопрос господина Мухаммеда к вам. Все-таки вы сказали, что Объединенные Арабские Эмираты — это страна действительно молодая, но при этом народ, народ древний, народ великий, с величайшей, с очень богатой культурой и историей. Такое ощущение, что те, кто создавал эту страну, и те, кто сейчас занимается тем, что определяет ее настоящее и будущее, успешно, хорошо учили историю, успешно извлекли из истории уроки. Согласитесь ли вы с этим? И в целом, как, по-вашему, способно человечество извлекать из истории уроки? Есть ли у нас такая перспектива, есть ли у нас надежда? Да, действительно, Объединенные Арабские Эмираты — это молодая страна, и создатели считали, что те, кто не имеет прошлого, не имеют будущего. Именно так говорили создатели нашего государства. И они действительно учатся, изучая прошлое. И в Арабских Эмиратах вы можете видеть, как мы формируем наше настоящее и думаем о будущем, используя уроки прошлого и продвигаясь в будущее. Действительно, мы используем уроки прошлого. Иногда это такие жесткие уроки были. Объединенные Арабские Эмираты ценят толерантность, стремление к миру, защиту прав каждого, потому что каждый имеет свои права, и это все находится под защитой наших законов. И люди, которые живут в Эмиратах, представляют примерно 200 различных этнических групп, но проживают все вместе, при этом все уважают друг друга, все вместе работают, и все проживают в одной стране, как в одном едином доме. В Едином Арабских Эмиратах я бы мог сказать, что есть определенный образец того, как надо жить. У нас есть некий такой фонтан, фонтан, вокруг которого вы видите игру, воды, музыку. И на самом деле вот этот танец воды, огня и света очень важен. И все это происходит реально в реальной жизни, в сопровождении красивой музыки. И представители разных этнических групп наслаждаются этим прекрасным зрелищем в атмосфере уважения к друг другу, при этом представляя разные религии, представляя разные культуры, разные этнические группы, но они вместе, и они наслаждаются тем прекрасным миром, который они вместе создают. Объединенные Арабские Эмираты, да, я бы так сказал, что это, конечно, очень важный опыт и пример, пример, который позволяет нам увидеть, как можно объединить разные культуры, разные народы, разные религии, языки, просто людей, представляющих в прошлом разные страны. Как можно добиться взаимопонимания и обмена между людьми? Наши лидеры, например, отмечают Новый год по традициям христиан, по традициям индуистов и так далее, и так далее. И ведь это делают не только люди, которые исповедуют эти религии, но наши руководители также отмечают эти праздники таким образом для того, чтобы подчеркнуть значимость ценностей различных народов и различных религий. И мне кажется, что наш опыт как раз и говорит о таком создании прекрасного культурного взаимодействия, в рамках которого люди друг друга понимают. И это очень хороший пример для других стран, я бы сказал, что очень важен диалог на основе толерантности, на основе продвижения мира между народами. И я бы очень хотел, чтобы такой опыт был передан другим народам. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое, господин Мухаммед. Я в Ваших словах услышал такой сдержанный оптимизм. Во всяком случае, он основан на реальной жизни. Вы подчеркнули, что создатели Объединенных Арабских Эмиратов большое внимание уделяли на анализу истории, исторического опыта. Но я вот тот же вопрос хочу Матушу Алексе адресовать. Матуш, ситуация непростая в мире и в Вашей стороне тоже. Но все-таки способно человечество извлекать исторические уроки, руководствоваться этими уроками ради будущего? Знаете, как здесь смотрим, сегодня здесь много народов, много людей. У нас нет проблем. У нас есть отец, который хочет благодарить историю. И уважаю друг друга. Мы уважаем друг друга как человека, который имеет хорошее сердце. Но сегодня в Евросоюзе есть большой проблем через политиков, которые не благодарят и не уважают друг друга, но уважают деньги. Но у них много вопросов для того, чтобы народ забыл на свою историю, забыл на все, какое было и как было. Но человек, который уважает друг друга, как мы здесь встречаемся все, разные народы, Индия, Чина, Сербия и многие иные страны. Мы все рядом, братья, которые уважают друг друга и уважают то, что деды занимались здесь и нам всем. Но наша работа очень важна для всех. Для всех людей, которые уважают все народы. И работают как брат с братом, друг с другом. И все рядом, как мы тут, здесь, сегодня. Это очень красное, очень важно для всех людей в всех странах. Я уже не знаю, как это все сказать и в Евросоюзе политикам, которые благодаря один въезд, один, ну, деньги. Знаете, я им-то говорю нон-стоп, нон-стоп, что это нехорошее. Хорошее есть уважать друга, уважать, как и он есть, как и человек есть. Я не уважаю человека, что он Инд, что он Чина, Сербия. Не. Человек разум, который мое хорошее сердце, это мой друг. Человек, который не мое хорошее сердце, это не мой друг. Это друг, который благодарит деньги, это не наш друг. Потому что у нас всех очень важен путь, дорога, дорога за правду. Так я один день назад сказал, что и ваш президент сказал так тоже. Правда это сила. Сила это мы. Мы все. Как мы пойдем рядом на нашей дороге, как друг с другом за правду, там мы будем очень сильны. Все. Как Брикс и как мы. Все. Большое спасибо. Спасибо, Матуш. Следующий вопрос хочу задать господин Сакова вам. Вы говорили, вспоминали сегодня Бахтина. Я хочу вспомнить Василия Ключевского, выдающийся русский историк. Он говорил о том, что история ничему не учит, а только жестоко наказывает за невыученные уроки. Поэтому она не учительница, а надзирательница. Вы говорили сегодня о том, что на основе эмпатии, на основе доброжелательного отношения друг к другу и добросовестного такого профессионального отношения к истории можно пытаться понять друг друга, понять представление других народов, других культур о тех тенденциях, о тех процессах, которые идут из прошлого, формируют настоящее, во многом обусловливают будущее. Как Вы считаете, способно человечество на тех или иных основаниях извлечь из истории уроки? Или такую задачу даже не стоит ставить и обсуждать? Благодарю Вас. Можем ли мы извлечь из истории уроки? Да. Извлекаем ли мы их? Нет. Обычно так не происходит. Джордж Сантиано, известный философ, говорил, что те, кто забывают об истории, обречены на то, чтобы ее повторить в своем опыте. Итак, Марк Твен также говорил с присущим ему с юмором. История себя не повторяет, но она идет по спирали, повторяя те же самые ситуации, которые Вы уже пережили в прошлом. Итак, каковы же те уроки, которые мы можем извлечь из истории, и какие самые актуальные вопросы стоят перед нами всеми сегодня? Конечно, необходимо понять, что такое тот исторический момент, в котором мы проживаем сейчас, как мы могли бы определить это время. Это сложное время. Время президент Путин и президент Си Цзиньпин говорили друг с другом на одном из саммитров. Си Цзиньпин сказал, что мы проживаем такие времена, которых не было последние сто лет. Мы действительно живем во время тектонических сдвигов на международной арене. Однако мы не извлекли важные уроки из истории. История повторяется. У нас была первая холодная война с 1945 по 1981. Затем Михаил Сергеевич Горбачев, Тетчер, Рейган, Франсуа Миттеран и все остальные лидеры, которые участвовали в этом процессе, верили, что мы преодолеваем не только конкретную холодную войну, которую мы испытывали на тот период, но мы будем способны преодолеть саму логику холодной войны. Что такое холодная война? Это образ врага. Основная цель найти противника – это экзистенциальное противоречие. Это не просто какой-то лагерь А против лагеря Б. Это достаточно трагическая, катастрофическая, философская ошибка. Такое отношение. Надо иметь врага, которого вы должны устранить, уничтожить. Такова логика холодной войны. И такова же логика и той холодной войны, которой мы проживаем сейчас. Это вторая холодная война. Все эти конфликты, которыми пронизан мир, война в Украине, конфликт между Израилем и Палестиной и другие конфликты, мы опречены на то, чтобы вновь и вновь повторять этот трагический цикл ошибок, если мы не выучим важные исторические уроки. Итак, должны ли мы учить? Можем ли мы выучить? Да, конечно. Сделаем ли мы это? Увы, нет. Мы просто повторяем те трагедии, которые мы уже однажды пережили. И в рамках этой второй холодной войны она приносит нам гораздо больше опасности, горечи и неприятностей, чем первое. Нам необходимо изучать, как нам удалось преодолеть логику холодной войны тогда, в прошлом, в 80-е годы, тогда, возможно, у нас появится шанс на то, чтобы выйти из ужасной трагической ситуации сегодня, с тем, чтобы больше эта холодная война не повторялась в будущем. Спасибо большое, уважаемый экспонент Саку. Вы оставляете через человечеству шансы. Мне кажется, это очень важно. Мне кажется, что вы очень верные слова сказали. Уважаемые коллеги, друзья, у нас осталось чуть более 10 минут, и время летит незаметно. Действительно, очень интересный разговор. Спасибо вам за него. Мы будем двигаться к завершению. Я хотел бы один вопрос всем участникам задать, и прошу вас постараться ответить на него коротко, но определенно. Мы говорим сегодня об истории, об историческом опыте, о том, как историю понять через культуру, в чем-то через искусство. Вот, вообще говоря, вот этот интерес к прошлому, я бы назвал его такой ностальгией. Мне кажется, он повсюду, во всем мире, он выражается в самых разных сферах нашей жизни, и в быту, где-то и в рекламе, и в художественных произведениях, которые появляются сейчас. Вот эта ностальгия, вот этот взгляд, обращенный в какой-то мере в прошлое, не говорит ли он о дефиците веры в будущее у человечества. И, естественно, мы все в любом случае заинтересованы в том, чтобы эта вера в будущее была бы у человека, была бы у человечества. Можно ли согласиться с тем, что путь к возвращению человечеству веры в будущее лежит через культуру, сам в разном понимании? Пожалуйста, я адресую этот вопрос сначала вам, господин Мухаммед. Да, я хотел бы, как говорил наш шултан Мухаммед Эль Каз, музеи строятся для наших детей, с тем, чтобы они могли знать нашу историю, нашу культуру, знать наше прошлое с тем, чтобы сформировать наше будущее. Мой опыт говорит о следующем. Мы можем много понять, обращаясь в прошлое, обращаясь к истории, изучая события, но, однако, надо очень осторожно и аккуратно планировать будущее, особенно с учетом большой роли социальных сетей, различных фильмов, киноиндустрии, которые также привлекают людей к многим не совсем верным интерпретациям исторических событий. Например, мы видели много фильмов, в которых говорится, что неверно трактуется история Ближнего Востока. События в реальности были далеки от тех, что были представлены в фильме. И, конечно, лучше всегда читать первоисточники, изучать факты с первых рук. Благодарю вас. Спасибо большое, Матуш. Вопрос к вам. Возвращение человечества, веры в будущее. Лежит этот путь через культуру? Я скажу очень кратко, очень важно. Победа будет за нами. Я бы сказал, что это такой важнейший культурный архетип. Вот эти слова, это часть уже на протяжении 80 лет, часть нашей культуры. И спасибо вам, Матуш, за то, что вы вместе с русским языком восприняли такие важные культурные архетипы. Владыка, вопрос серьезнейший. Он заслуживает, наверное, отдельно очень большого разговора. Но все-таки просто вера и вера в будущее, и сфера культуры, в том числе духовной культуры. Есть ли здесь, если за диалогом в этой области будущее, есть ли такая перспектива для того, чтобы человечество посмотрело бы вперед и встало бы на путь мирного и устойчивого развития? Для верующего человека, безусловно, всегда есть место для веры в светлое будущее. Но я хотел бы, с вашего позволения, ваш вопрос чуть-чуть вернуть к его прежнему смыслу, который вы адресовали предыдущим ораторам, и сказать даже не о вере, а об уверенности в будущем. Сказать о том, что, безусловно, без знания своего прошлого такой уверенности в будущем быть не может. Развитие любого общества, тот исторический путь, который общество проходит, это всегда путь больших достижений. И важно помнить о том, какой ценой эти достижения давались, тем, чтобы их реализовать в будущем. Это часто путь ошибок, и важно помнить о том, каковы были причины этих ошибок, чтобы не повторять их в будущем. И в то же самое время знание о прошлом позволяет это будущее в той степени, насколько это возможно, я бы так сказал, даже предопределить. О чем я говорю? Я говорю о том, что сегодня, к сожалению, борьба за будущее – это важная часть тех политических процессов, которые происходят в обществе. И, к сожалению, некоторые весомые силы пытаются это будущее переформатировать так, как они себе это представляют. Но мы сегодня видим это на примере соседней Украины, когда там переписывается история, когда делается все для того, чтобы разорвать связи между братскими народами. И как очень важный фактор обеспечения этих связей, этого духовного единства, сегодня страдает православная церковь, которая подвергается откровенным гонениям, когда ее епископы, ее священники заключаются в тюрьму, когда разрушаются и захватываются ее храмы. И когда уничтожается память о прошлом, когда она стирается, то этот жесткий диск, он как бы переформатируется, и на нем дальше вы можете писать все, что угодно. Писать будущее так, как вы хотите. Не так, как хочет сам народ, а так, как порой это хотят некие кукловоды, которые хотят управлять этим будущим. Вот поэтому, мне кажется, знание о прошлом – это основа, ну, насколько это, конечно, возможно, уверенности в том, что будущее будет таким, каким люди сами его хотят, каким они себе его представляют, счастливым, благополучным, гармоничным. И поэтому вот мой ответ на ваш вопрос – конечно, да, конечно, важно помнить о прошлом для того, чтобы иметь надежду, иметь веру в светлое будущее. Спасибо. Спасибо вам большое, господин Синг. Это же вопрос вам. Я с нетерпением жду ответа от нашего французского коллеги. Я вот постараюсь также кратко ответить на вопрос. Чтобы завершить этот сегодняшний диалог, скажу следующее. Благодарю, что все мы здесь собрались. Какой же вывод можно сделать? Какова проблема, с которой мы сталкиваемся? Наши друзья из Европы – это национальное государство. Европейский союз, их евровалюта, их общая политика – это то, с чем мы имеем дело. А у нас есть БРИКС, есть наша валюта, есть наша общая экономическая политика. Запад не хочет этого. Они не хотят нашей самостоятельности, хотят, чтобы мы шли по их пути. Они против верховенства закона, против соблюдения прав человека везде. Они это делают, они не только говорят об этом. И с разрешения нашего модератора хотел бы сделать следующий вывод. Хочу услышать, что скажет господин Деголь, потому что Франция – единственная страна, которая верит в ретроспективы исторических событий и настроена на диалог с различными цивилизациями. И мы с нетерпением ждем мультиполярного, справедливого мира, в котором одни страны не должны смотреть с высока на других кино, как, например, «Оппенхаймер» и другие кино, индийские кино. Мы должны исследовать их примеры. Мне нравится тема объединенных культур. Нам необходимо объединиться и сказать второй стороне, другой стороны, что наши культуры тоже нужно уважать, как и наши традиции. И наши люди будут решать, какую цивилизацию, какое правительство, какие экономические системы мы хотим строить. Китай, Россия – это уже сделали, Индия сейчас в процессе, Арабские Эмираты, Африка, другие страны также должны исследовать по этому пути. Необходимо уважать себя и уважать других. Это мой основной вывод. Благодарю вас. Спасибо большое. Мой вопрос к господину Сакве. Ричард, пожалуйста. Вопрос, который вы начали, ностальгия, взгляд в прошлое. Мне кажется, что это одна из характерных черт настоящего момента. Мы потеряли чувство будущего. Я помню, мы думали о строительстве скоростных дорог, атомных станций, но ведь это же не технологические вопросы только, это медицинские вопросы. Удивительно, даже если сегодня потенциал в мире существует для создания утопий, которыми мы жили в прошлом, все равно возникает вопрос, а может быть, через искусство мы можем этого добиться. Действительно, искусство очень важно, фундаментально важно, но вопрос всегда, конечно, упирается в политику. Поэтому, мне кажется, сегодня мы должны снова понять о том, как политика может сделать нас другими и изменить ситуацию к лучшему. Да, потому что в будущем, как мы можем, конечно, подумать об организовании протестов и каких-то организованных движений в будущем? Что это такое? Ведь на самом деле нужно задать им определенный вектор движения. Нужно, конечно, использовать тот потенциал, который существует в обществе, с условием, конечно, что есть такой эмоциональный порыв, который мы видим сейчас. Потому что неважно только думать о преодолении логики конфликта. Необходимо вернуться к основам принципов хартии Соединенных Наций, например. Подумать о том, что было в 1945 году, когда мы закончили одну войну. И теперь надо подумать о том, что происходило при окончании Первой Холодной войны и так далее. Вот это повестка дня, о которой мы должны думать и двигаться на основе этого в наше позитивное будущее. Спасибо вам большое. Я прошу, уважаемый господин Деголь, в двух словах завершить наше обсуждение, нашу дискуссию, путь будущего для человечества, возвращение веры, уверенности, как сказал Владыка, в будущем. Он может лежать в плоскости культуры. Я процитирую своего деда Шарля де Голля, который говорил, поскольку все всегда начинается снова. Главное – поддерживать жизнь и развивать. В этой фразе невероятное количество гуманизма, но также и осознание истории, непрерывности жизни человечества и ответственности. В ней есть и раздумья о демократии. Сколько времени потребовалось для того, чтобы установить стабильную демократию в Европе, и в частности во Франции? 13 веков с момента пандемии Римской империи. Люди рождаются свободными и равными в правах. Мы забываем вторую часть. Различия между людьми должны основываться только на социальной пользе. На Западе есть определенные извращения, которые состоят в том, что демократия – это только права. Но есть также необходимость опираться на понятие долга. У нас есть долг знаний, у нас есть долг передачи этих знаний детям. Образование – фундаментально важное. Необходимо не забывать понятие долга. Но не хватает еще одного – духовного и духовности. И первое послание пророка заключается в том, чтобы обучайтесь и учите других. Передача знаний – важнейшая функция человечества. Благодарю вас. Спасибо вам большое. Спасибо, уважаемые друзья, участники нашей сегодняшней дискуссии. Я благодарю ораторов, благодарю слушателей. Мне кажется, мы очень важные, интересные сюжеты смогли затронуть. И ваши слова были очень значимы для всех нас. Этот вопрос о роли культуры, о возможности познать прошлое, а значит и настоящее, и будущее, через культуру задают все многие. И вопрос, в первую очередь, в том, стоит ли это делать, есть ли в этом перспектива. Я хочу сказать, что участники нашего сегодняшнего форума, представители очень многих стран мира, со всех континентов, дали на него свой ответ. Дали на него свой ответ, приехав сюда, в Санкт-Петербург, приняв участие в этом форуме, в форуме объединенных культур. Я желаю вам всем успешной и интересной работы в эти дни здесь, на форуме. Еще раз благодарю всех участников дискуссии. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ